Шурик для своих по документам Александрит. Сегодня у него почетная миссия дать старт чемпионату русских троек. Впрочем, к повышенному вниманию этому коню не привыкать. А теперь Александрит сам герой новостей. Хотя в турнире и не участвует. Дал возможность более молодым лошадям показать, на что они способны. Чемпионат русских троек – это не заезд на скорость. Здесь самое главное – дресс-код, красота, элегантность, мастерство управления. Вот сейчас у нас стоит маршрут, на котором 12 препятствий. Его нужно будет преодолеть два раза, то есть два гита. И эти препятствия имитируют городскую езду и езду по дорогам, как ездили на тройках. Здесь оценивается все. Здесь оценивается и красота лошадей, и выжженность лошадей, и как экипированный экипаж, как одеты громы, как они себя ведут, насколько артистично. Это отдельная статья оценки тоже. На манеже Московского конного завода номер один – все как в старь. Извилистая дорога, угол дома и узкая улица. Воображение легко переносит гостей чемпионата на пару столетий назад и дорисовывает картину. Самое сложное испытание – с бокалами. Их нужно не просто не уронить, но и не расплескать содержимое. Только очень слаженной команде справиться с ним по силам. Коренник Квалергард – это средняя лошадь, она основная же. Престижные Ромео и Инкогника. Престижные – это помощники. Теперь можно и отдохнуть. Одна из двух троек – хозяев чемпионата – завершила соревнование. Маршрут прошли чисто. Очень замечательно. Если, скажем так, на тренировках, на работе иногда они еще и балуются, они от нас ничем не отличаются. Где-то баловство, где-то лень, где-то что. Все пороки наши им присутствуют. То есть здесь от души. Просто работали душой. Но так и должна работать тройка. Никакого секрета здесь нет. Это результат ежедневной работы на протяжении многих лет. Животное должно трудиться постоянно, но в меру. А еще важно взаимопонимание. Если оно есть, ничто не помешает вместе преодолеть все препятствия. Здесь будет зависеть от многих факторов. Конечно, скопление людей, громкая музыка, необычная немножко атмосфера. Обстановка такая вот для них может быть новая. И, конечно, это будет влиять. Но если лошади выезжены хорошо, если специалист, мастер своего дела сидит за вожжание, то должно быть все хорошо. Лошади разных пород из Подмосковья, Москвы, Владимирской, Костромской областей. В чемпионате приняли участие семь троек. Чище и артистичнее других. Все 12 испытаний прошла тройка с коренником-кавалергардом. Она и стала победительницей первого чемпионата. Лошади работали очень хорошо. Мы довольны. Мы выехали в хорошем настроении. Лошади тоже. Мы бодрые и веселые. Справились. Смогли. Успели. Поэтому лошади отъезженные, стоят хорошо, грамотно. Потому и справились. Это пока скорость была не важна. К следующему чемпионату, возможно, и на нее станут обращать внимание судьи. Организаторы надеются, им удастся возродить традицию, которая оказалась несправедливо забыта. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.